Мы кампанию избирательную проведем, как всегда, спокойно, тихо, несмотря на желание некоторых придать окраску шоу. Я считаю, что страну раскачивать нельзя. Понимаете, Россия может себе позволить, к примеру, Россия себя раскачать. Ну, покачались немножко, а труба-то работает в это время. И природный газ качают на экспорт, и нефть качают на экспорт, и золото продают и так далее. У нас есть столько нефти и природные газы, золота. У нас нет, поэтому нам не надо раскачиваться. Не надо нам качать сторону в сторону самих себя и других. Нам надо делом заниматься, потому что если мы будем качаться год, то следующих 2-3 года будут потеряны. Я не хочу сделать плохо для страны. Поэтому я берегу страну от этого раскачивания. Нам надо делом заниматься. Что касается провластных кандидатов и так далее, ну, я же никогда не скрывал. Есть люди, которых власть поддерживает. Парламент – это высший законодательный и представительский орган власти. И вот представительские функции, вот эти слои должны быть представлены в парламенте. Молодежь, средняя, 40-50 лет, старики – это срез, это слои нашего общества, так? Так. Они там должны быть, потому что законы парламент принимает, и эти люди должны понимать, что же мы принимаем. Ну, представьте, пришли эти крикуны, которые ни черта в жизни не понимают. Какие будут законы? Это, во-первых, конечно, президент подписывает закон. Я никогда не пропущу тот закон, который во вред людям. А всем же хочется все поделить, структурно чего-то там перестроить и так далее. Это уже было. Это было, когда союз развалился. Уже всю страну поделили. И я помню, сколько труда мне нужно было для того, чтобы спасти эту страну, вот ее сохранить, чтобы ее появляющиеся олигархи и чиновники не поделили по частям и своим детям не раздали. Поэтому политика такая, парламент, все слои населения должны быть представлены. Власть поддерживает, порой и предлагает, я знаю, на местах, кого избрать. Это не шутка. Ну, и потом, это же вы будете избирать. Я часто говорю, вы людей не давите. Не надо так делать, как иногда бывает. Так вот, провластный кандидат, пронесли ведомости, подписывайтесь за него тут. Не надо этого делать. Людей надо попросить. Если он не хочет, и не надо. Депутату надо тысяча подписей для того, чтобы выдвинуться, или партия его, или трудовой коллектив выдвинет. Вы найдете возможность. Но нельзя давить ни в коем случае. Ибо люди назло сделают наоборот. Все должно быть красиво и достойно. Нам нужен работоспособный парламент. Они крикуны. Поэтому не волнуйтесь, мы приведем эту предвыборную кампанию. Спокойно. Я же вам сказал, эта предвыборная кампания, это репетиция завтрашней кампании, президентской. Вот там нам подкинут перцу. А мы должны мозги в руки взять и спокойно, как всегда белорусы это делали, сделать так, как нужно нам, а не тем кому-то там на западе, на востоке, на юге или на севере. Мы для своей страны должны делать все, чтобы она сохранилась и чтобы вы, ну, хотя бы более-менее нормально жили. И не только вы. Дети. Чтобы знали, что кусок земли у них будет и никто их плеткой стягать больше не будет.